Владимир Ружицкий проинспектировал выполнение муниципальной программы по установке остановочных павильонов. На сегодняшний день в Люберцах уже появилось 8 пунктов, на которых пассажиры в комфортных условиях могут ожидать общественный транспорт. До конца года число новых остановок возрастет до 30. Плотность населения, колоссальная загруженность автодорог, а значит многометровые пробки, вынуждают многих жителей пересаживаться с личного транспорта на общественный. А для пенсионеров это вообще единственный способ передвижения. Для того, чтобы люди смогли в комфортных условиях ожидать автобус или маршрутное такси, в Люберцах проводят работы по установке остановочных павильонов. Понятно, что людям приходится ждать, понятно, что у нас и непогода, поэтому должны быть остановки, где человек может зайти, спрятаться от дождя, либо от ветра, либо переождать, либо подождать. В силу пробок бывает и автобусы задерживаются. Поэтому у нас есть программа, мы по всей территории нашего города, округа, должны установить, где-то применять автобусные остановки, где они устарели. Места, где планируется обустроить или заменить остановки, регламентируются специалистами комиссии по безопасности дорожного движения совместно с сотрудниками ГИБДД и автоколонны 1787. Учитывается и мнение жителей, которые могут подсказать, где еще необходимы остановочные пункты. В таких местах, где идет поток жителей или поток пассажиров, там должны быть остановки. По велению времени новые остановки не только привлекательны с виду, но и выполнены из антивандальных материалов. Закаленное стекло, конечно, не лопнет от порыва ветра, но перед теми, кто не бережет общее имущество, оно порой бессильно. Зачастую, не знаю, берут то ли кувалду, то ли еще что-то в руки, и громят, и стекла выбивают. Я уже не говорю о каких-то надписях, я не говорю о каких-то наклейках. Значит, каждый должен относиться очень по-доброму, добросовестно к всему тому, что нас окружает. Потому что в квартире же не берут кувалду и не берут стекла, правильно? В квартире пытаются, чтобы был порядок. Вот мы должны попытаться вместе сообща, чтобы в городе был порядок. Хотя я не снимаю ответственность из коммунальных служб, транспортников, которые это все должны содержать. До конца года в городском округе на основных муниципальных дорогах в общей сложности будет установлено 30 новых остановочных павильонов. Ольга Щевелева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.